Классическая рубашка – это базовый элемент любого мужского гардероба. Но знаете ли вы один секрет, который позволит вам выглядеть в классической рубашке, как Джеймс Бонд, а не как неряшливый офисный менеджер? И дело тут даже не в бренде и не в качестве ткани. Весь секрет в том, как рубашка на вас сидит. Отлично сидящая классическая рубашка подчеркнет ваши достоинства и придаст вашему образу стиль. При этом плохая посадка, вне зависимости от вашего телосложения, сослужит вам плохую службу. С вами Томас на канале Real Men Real Style. И в сегодняшнем видео я расскажу вам, как сделать так, чтобы классическая рубашка идеально сидела на вас. Давайте начнем с плечей. Главная зона, в которой посадка должна быть идеальной – это плечи. Область плечей – это одна из немногих частей рубашки, которую нельзя изменить или подогнать по размеру. Рубашка должна сидеть в плечах прямо при покупке. И мне все равно, покупаете ли вы ее по распродаже или нет. Если она вам не подходит, не покупайте ее. Шов рубашки должен быть прямо там, где заканчивается плечевая кость. Если шов как бы поднимается вверх, вы должны примерить больший размер. Аналогично, если шов как бы спускается вниз, примерьте меньший размер. Следующая по важности деталь правильной посадки – это воротник. Если вы хотите, чтобы носить галстук было удобно, воротник должен хорошо сидеть. Это еще одна деталь у рубашки, с которой портной мало что может сделать, чтобы подогнать его, если он не подходит. Если вы легко можете просунуть несколько пальцев между шеей и воротником, когда он застегнут, значит воротник вам определенно великоват. Но если вы чувствуете, что Дарт Вейдер душит вас каждый раз, когда вы застегиваете воротник, значит вам стоит взять рубашку на размер больше. При идеальной посадке воротника вы можете просунуть два пальца, когда он застегнут, и при этом комфортно дышать. Теперь давайте поговорим о вашем торсе. Если рубашка хорошо прилегает к туловищу, значит это ключ к тому, чтобы вы могли отлично выглядеть в этой рубашке. Многие рубашки сидят мешковато, поэтому выглядят плохо. К счастью, такую рубашку вы можете отнести к портному, и он ушьет ее в области мешковатой талии. С другой стороны, вам не нужна слишком обтягивающая рубашка. Рубашка сидит туго, если вы увидите натяжение ткани вокруг пуговиц. Идеальная посадка, когда рубашка прилегает к туловищу, но не обтягивает его, оставляя очень небольшое количество лишнего материала. Ширина рукава. Широкие мешковатые рукава выглядят так себе. Вам не нужно, чтобы метры лишней ткани повсюду висели. Упросите портного ушить такие рукава. Но если рукава настолько натянуты, что вы едва можете согнуть руки, значит вам нужен размер побольше. Идеально сидящая рубашка будет облегать ваши руки, но не будет их стягивать или ограничивать диапазон движения. Длина рукава. Если манжеты рубашки закрывают костяшки пальцев, то либо рукав нужно укоротить, или купить рубашку другого размера. Если же манжета находится под костью запястья, она явно слишком короткая. Манжета нужной длины видно под пиджаком, и она просто прикрывает ваши запястья. Ширина манжеты. Если вы легко можете поместить оба запястья внутри одной манжеты в застегнутом состоянии, вам нужно либо перешить пуговицы, чтобы манжеты сидели плотнее, либо купить другую рубашку. Но если даже один палец не пролезает, то рубашка вам мала, и нужен размер побольше. Идеальная манжета обхватит ваше запястье, не стягивая его. В застегнутом состоянии вам должно быть при этом комфортно просунуть внутрь палец или два. И убедитесь, что ширина позволяет закрыть ваши часы. Это какого цвета рубашки вам нравятся? Белые? Синие? Оставляйте свои комментарии под видео. Длина рубашки. Рубашка должна быть достаточно длинной, чтобы ее можно было заправить, но при этом не должна быть похожа на платье. Рубашка слишком длинная, если доходит до области паха. К счастью, этот недостаток может исправить портной. Однако, если рубашка всего на пару дюймов ниже линии талии, она будет слишком короткой, чтобы ее можно было заправить. Идеально, когда рубашка на 3-5 дюймов ниже линии талии, так, чтобы рубашку можно было легко заправить, и она не норовила вылезти из брюк. Даже мишковатая рубашка может выглядеть гораздо аккуратнее, если вы правильно ее заправите. Кроме того, есть секрет, благодаря которому ваша рубашка будет выглядеть опрятнее и оставаться заправленной в течение всего дня. О чем это я? В этом видео я раскрою вам секрет, как с помощью четырех способов заправить рубашку в брюки. Продолжение следует...